Итак, дорогие друзья, все, доброе утро, мы снова в Киеве и продолжаем изучать Тору, притчи царя Соломона, Мишли, Мишли, и дошли мы уже до, до 17-го отрывка, в прошлый раз мы как раз 17-й отрывок успели пройти, про любящих меня Бог любит, а ищущие Бога, Бога найдут. Все, сейчас, конечно, все опять собираются, собираются, я сегодня провожу урок, а завтра у меня в 10 утра опять самолет, представляете, я вот сейчас прямо сейчас напишу Итану, может ли Итан завтра провести урок. Да, я завтра улетаю в Казахстан, в Алмату. Вот я пишу Итану, может быть он сможет провести урок, Яков Шатани наш смотрит, завтра я лечу в Казахстан и послезавтра в Казахстане у меня тренинг. Начнем сейчас 3 дня подряд, урока, к сожалению, я не смогу провести, может быть послезавтра я смогу, сейчас вот я вылетаю, ну, как минимум, вот сейчас я думаю, что нет. Ну, может и да, значит, но завтра точно нет. Шалом, шалом, буду в Алмате, буду я в Алмате, в понедельник я вылетаю, прилетаю, в вторник провожу тренинг и в среду лечу обратно, все. Хорошо, дорогие друзья, Ботер Тов, Цафра Тава, пишет нам Саша Глухота, всем хорошего дня и отличного настроения. И Майк Осипов из Москвы тоже нам говорит шалом, все. Значит, мы переходим к самому, к самому уроку, значит, 18-й отрывок, давайте еще раз связь восстановим. Значит, Бог, создатель мироздания, вначале не было ничего, и у него было некое намерение создать мироздание, вначале намерение. Потом это намерение переросло в те принципы, на которых он создавал мироздание, это хэсет, милосердие, это мишпад, чтобы все было справедливо, некая система. Потом эти принципы, они разложились на некое программное обеспечение, и в итоге появилось мироздание, это уже отражение вот этого духовного программного обеспечения, которое создал Бог для этого мироздания. И все это духовное программное обеспечение называется Тора. И в этот мир материальный Тора пришла нам в виде слов, которые написаны в письменной Торе, в пяти книжах Моисеева через Мошера Бейну, и в виде всей Торы, которую мы изучаем. Таким образом, получается, что изучая Тору, ты в этот момент соединяешься с Богом, так как Тора это мысли Бога, понятно. А в Торе есть не те действия, которые надо делать, заповеди. Заповеди это приказы Бога, если ты делаешь эти приказы Бога, ты выполняешь волю Бога, и ты тоже с Богом соединяешься. То есть через изучение Торы и через выполнение заповедей ты соединяешься с Богом. Теперь 17 отрывок, 17 отрывок, говорит царь Соломон от имени Бога, и получается от имени Торы, они оавея эов. Тот, кто любит меня, я люблю, говорит Бог. То есть, а как мы можем любить Бога? Через изучение Торы и через соблюдение заповедей. Так Бог говорит, тот, кто любит меня, его я люблю. Умишахарай имцаунени. А те, кто меня ищут, они меня найдут. То есть тот, кто ищет связи с Богом, тот, кто хочет услышать Бога, понять Бога, выполнить волю Бога, соединиться с Богом, он найдет Бога. Прямо написано, это 8 глава, 17 отрывок, Мишли. 18 отрывок. И что будет дальше? Очень приятный 18 отрывок. Ошер, Вековод и Ти. Говорит Бог через Стору, через Сыря Соломона, что Ошер, богатство, Вековод и почет и Ти вместе со мной. То есть Сторой, когда ты соединяешься с Сторой, ты узнаешь, как все работает, то вместе с этим к тебе приходит и богатство, и почет. Вот он, Атек, имущество, достояние, Атек это, которое возрастает, Уцдака и милосердие. Значит, объясняют нам мудрецы, как все работает. Значит, у человека вначале, если он действует правильно по Торе, к нему приходит Ошер, богатство. Что такое Ошер, богатство? Богатство, богатство это, в этом мире, то, что принято называть богатством, это, значит, что принято в этом мире называть богатством? Возможности приобрести то, что тебе нужно. Это называется богатством. То есть, если у тебя есть по Торе, миашир, кто богатый, а самех бахилко, тот, кто доволен своему уделу. Кто бедный, это тот, кому не хватает. То есть, Ошер, богатство, это, когда у тебя есть избыток возможностей, которые ты можешь обменять на все, что ты хочешь. То есть, когда у человека есть деньги, он может купить еду, может сходить в кино, может поменять ее на одежду, может съездить куда-то, может купить машину, квартиру, там и так далее. Это то, что называется богатство, Ошер. Может подарки покупать, может не покупать, ну и так далее. Это то, что называется Ошер. Теперь, если человек живет по Торе, прямо здесь написано 18-й отрывок, то к нему должно прийти ожир богатства в эковод. Что такое эковод? Почет. Почет это отношение людей к другому человеку. Здесь человек какой-то, вот он, да, типа, вот сейчас, например, вчера была статья про Илона Маска, такого у меня на сайте 5 сфер, да, у меня есть сайт 5 сфер, и эту статью прочитало за день там 8 тысяч человек. То есть Илон Маск, он сейчас, у него есть почет, он очень почетный человек, такой, во, люди почитают, важная такая личность в мире, то он Тесла делает, то он в космос отсылает эту Теслу, то есть он такой очень креативный и двигает сейчас он мир в разные стороны. Значит, теперь и люди, у людей есть потребность, есть пирамида потребностей Маслоу, такой был психолог Абрам Маслоу, и он говорит, что каждому человеку вначале нужно удовлетворить свои физиологические потребности. Я сейчас хочу кушать, мне прям очень хочется кушать, но, значит, и эта мысль, как бы, надо покушать, она у меня забирает очень много ресурсов, у меня прям мозг, он весь уже где-то полмозга ищет еду, вспоминает, где же еда там, надо же кушать. Значит, это физиология, потом, когда физиологические потребности удовлетворены, у человека есть потребность в безопасности, безопасность, это где жить буду, то есть это уже, как бы, физиология, перерасширенная на завтрашний день. Вот, а что, значит, как же я завтра буду жить, где буду жить, что со мной будет, это вот у человека есть страх будущего, что ему завтра, образно, что ему завтра не будет, что кушать и не будет где спать. Если он эти свои страхи решил, у него есть где жить и есть что кушать, тогда у него начинается, ему уже это не так важно, а ему важно с кем пообщаться, с кем я общаться-то буду, кто ко мне в гости придет, друзья-то у меня будут, соседи, друзья, кто у меня вообще, где я, с кем общаться. Дальше Абрама Слоу говорит, когда человек нашел себе компашку друзей, ему уже важно в этой компании быть первым, чтобы его уважали в этой компании, он хочет быть уважаемым членом общества. Дальше, когда он стал уважаемым членом общества, по Абрама Слоу, у него есть еще потребность в самореализацию, он тогда начинает как-то думать, а вообще зачем я в этом мире и так далее. По Торе, по Торе, кстати, интересно, чуть-чуть не такая идет иерархия потребностей. Откуда мы знаем, какая иерархия потребностей по Торе? Есть известная в письменной Торе история, когда Бог разговаривал с царем Соломоном, и Бог ему говорит, что тебе дать, говорит, ошер, хочешь ты богатство, или ты хочешь ошер, или не хасаб, или имущество, а сейчас мы дальше узнаем, что за имущество, или ты хочешь кого-то, почет, или ты хочешь власть, то есть по Торе есть четыре как бы ступени, к которым стремится человек. Вначале богатство, он хочет, чтобы у него был избыток ресурсов, деньги, которые он может поменять на что угодно. Потом, когда у него есть богатство, он хочет имущество, он хочет это богатство куда-то закрепить, то есть имущество. Это то, что здесь называется в 18-м отрывке, он, достояние. Он хочет это имущество куда-то вложить, он не может деньгами просто жить, ему страшно. Особенно раньше, когда деньги хранили там в золоте, в драгоценностях, их всегда могли украсть, приходили разбонить и все это забирали. Поэтому человеку нужно было лучше недвижимость, купить какую-то там землю, что-то, что было его, и что записано, ну, что это мое. Дальше человеку нужен был почет, почет, уважение, а потом власть. Круче всего это власть, те, которые вот, ну, чиновники, которые, казалось бы, да, сидит чиновник. А он власть, он может прям любого взять и прижучить, кого хочешь, да. То есть власть, вот это вот силовые структуры и так далее, это даже сильнее, чем деньги. Теперь дальше, давайте вернемся к этому отрывку. Значит, говорит нам царь Соломон от имени Бога, он говорит так, ошер, вековод и ти. Тот, кто изучает Тору, он понимает, что Бог хочет, в Торе Бог объяснил, как все работает. Поэтому, естественно, что если ты знаешь Тору, будет у тебя ошер, богатство. Дальше, вековод и почет. Значит, человека умного, который знает Тору, знающего человека, особенно раньше, это были самые уважаемые люди. Потому что сейчас любой может погуглить и типа, ну что, как было интересно, у меня отец, он такой очень интеллектуально развитый человек, эрудит таких называли раньше, да, эрудит. У него была обширная эрудиция, изобретатель. И он моего сына, когда сыну было лет 10, он решил его удивить своими знаниями и говорит, Яша, а ты знаешь это, а ты знаешь что? А Яша сидит с айпадом, и он гуглит, и он выдает всю информацию еще точнее, со всеми нюансами, со всеми исследованиями. И получается, что на сегодня уважение к знаниям, оно упало. Но раньше была мудрость, это самый большой почет. Человек, который закончил раньше, там когда-то университет, ученый, он это было, вау, вообще это было невероятно важно. Сейчас это уже потеряло свою, как бы, такую большую притягательность. Теперь здесь написано 18 отрывок, надо понимать, что в Мишле записаны 3000 лет назад, почти 3000 лет назад. И говорит царь Соломон о языке понятном тому времени. Он говорит, тот, кто изучает Тору, у него есть и богатство, и почет. Он атак у Цзака. И тут дальше он переходит, и есть достояние, и есть Цзака, это справедливость. Что это значит? Смотрите. Вот человек, например, он борется за деньги. Вот, ну, большинство, весь почти мир, он бегает, есть, которые бегают, чтобы выживать. Большинство мира живет в минусе. То есть, так устроена система общества потребления, что, что человека все время загоняют, что ему не хватает. Его загоняют в какую-то кредитную историю, он покупает вещи, которые он не может себе позволить. Ну, ему говорят, смотри, ты не можешь себе позволить там купить квартиру, да? Но ты можешь же каждый месяц выплачивать. Вот, возьми суду, значит, квартира принадлежит банку. Она условно твоя, но ты, значит, за нее платишь. Но если ты перестанешь платить, ее у тебя заберут, и ты даже потеряешь то, что ты уже выплатил. Но человек, он попадается на эту уловку, и большинство мира живет в минусе. То есть, у них долги превышают их доходы, и то, что у них есть. И они, как раньше было рабство, но это раньше было рабство официальное, то человека охватали где-нибудь в Африке, с силой его садили на корабль, и отправляли работать на плантации, и он не мог. Убежал, его поймали в тюрьму и обратно. То сейчас это рабство, оно более такое, более, как сказать, выглядит как цивилизованное, как свободное. Что ему говорят, смотри, ты возьми у нас в долг, но теперь ты должен работать в ближайшие 30 лет, ты с места не сдвинешься, и все. Теперь, значит, это богатство. А что такое достояние? Но те люди, которые начали больше зарабатывать, у них появляется другая проблема. У них образуется избыток средств. И они бегают точно так же, как те, у кого не хватало, они бегают, чтобы дойти до хватает, так же те, у кого есть излишек, они бегают, у них другая головная боль появляется. У них появляется головная боль, куда эти деньги вкладывать. Представляете? Это вообще, то есть я знаю людей, которые начинают зарабатывать деньги, и у них, они Тору не учили, и у них начинает болеть голова очень сильно, куда инвестировать. И вот они, а так как они вначале валенки, ничего, то в большинстве случаев они вкладывают деньги и теряют. Потом, значит, они уже, если они не теряют, они тоже все в заботах, и так вот они, вот, надо умножать деньги. Куда же тебе надо их умножать? Зачем тебе их надо умножать? Ну, есть у тебя уже. Но они стараются вкладывать эти деньги, вот то, что здесь называется достояние. Теперь, ну, человек Торы, если он изучал Мишлей, он понимает, что куда надо вкладывать свои деньги и время, в то, что является действительно твоим достоянием. Я еще раз расскажу, если кто не слышал, историю про Ротшильда. Как-то пришли к Ротшильду, около ста лет назад, это династия, которая уже несколько столетий, это династия, которая строит свое богатство на принципах Торы. То есть, изначально, изначально они, когда они разбогатели, это было благословение Великого Равина одного того времени, он сделал первый Ротшильд, он сделал очень, он был большой цадик, я об этом писал в одной из своих книг, я прям провел исследование, как Ротшильды стали богатыми, их, как бы, первый вот этот Ротшильд. И этот Ротшильд лет сто назад рассказывали про Ротшильда, который сто лет назад очень много денег давал на Дзаку на Израиль. Тогда еще не было государства Израиля, но поселенцы, почти все поселенцы ехали в Израиль за его деньги. Он покупал им оборудование, он покупал им сельскохозяйственные разные штуки, земли, чтобы они могли заселять землю Израиля. И как-то Ротшильда этого спросили, сколько у вас денег? Он открыл, такой у него был блокнотик, и говорит, я точно знаю, сколько у меня денег. Посмотрел и говорит, у меня там 10 миллионов долларов, например. А все знали, что у него, ну, не меньше, чем 300. Ну, так всем казалось, знаете, люди же не знают, но сколько он... Ему говорят, ну, что вы говорите, что у вас 10? Не может быть, у вас намного больше. Он говорит, я точно знаю, что у меня 10. Почему? Он говорит, вот у меня в блокноте записаны все деньги, которые я даю на Дзаку, которые я даю на помощь другим людям. Вот эти деньги я инвестировал в себя, они всегда со мной, они как бы к моей душе прилепились. Те деньги, которые я заберу с собой, когда я умру, когда уйду из этого мира. Вот это, говорит в книжечке, это мои деньги. Все, что есть сейчас, как бы принадлежит мне, это не мое. Я умру, и я это с собой не заберу. Это уйдет там моим наследникам, а будут они справиться, они не справятся, вообще непонятно. И, но то, что я вложил в себя, то есть, что это имеется ввиду, дздака, милосердие, это навсегда со мной. Так он им ответил. Это здесь то, что написано, достояние возрастающее и дздака. Значит, тот, кто изучает Тору, он понимает, что то, что ты вложил в благотворительность, в добрые дела, это ты вложил в себя. Все, что ты накапливаешь, накапливаешь. У меня есть, я не буду приводить примеры, но я просто смотрю, вот наблюдаю, там, например, девушка какая-нибудь, ей 40 лет, да? И она зарабатывает хорошие деньги, но у нее нет детей и семьи. И она все время заботится о том, чтобы эти деньги умножить. Ты заботишься о том, чтобы выйти замуж, родить детей и построить семью. Почему ты заботишься все время о том, чтобы больше, еще больше заработать? Сколько же можно? Три квартиры, пять квартир, десять квартир. Куда тебе? Зачем тебе вот это все? То есть, очень у людей сбито, из-за того, что они не учат Тору, у них сбита система приоритетов. Они не понимают, что в жизни важно, что не важно. И попадают все время, на каждом этапе они попадают в какую-то ловушку, просто потому, что не знают Торы. Теперь царь Соломон сказал, что тот, кто изучает Тору, то у того будет богатство, почет. Потом у него будет вот то имущество, которое всегда возрастает, которое возрастает до той степени, что человек уходит туда, как один миллиардер есть такой, Эли Горн. И он миллиардер, у него там несколько миллиардов долларов. Один из самых богатых людей в Бразилии. И он, когда он узнал, что у него болезнь Партинсона, и что ему осталось жить несколько лет, он начал, он хотел все свои деньги, которые он заработал, все миллиарды, раздать на благотворительность лично. Он говорит, я всю жизнь эти деньги зарабатывал, лично сам. Он был беженец из Ливии, не из Ливии, из Ливана, беженец из Ливана, евреи, и вот они, значит, беженцы, вначале Италия, ну ему сейчас уже 75 лет, это давно было. Потом он оказался в Бразилии и так далее, и он говорит, я всю жизнь зарабатывал. И до 30 лет, он говорит, я просто вообще не спал, не ел, я только работал, чтобы стать богатым, я всегда боялся быть бедным, он говорит. А сейчас, говорит, мне же умирать, я боюсь быть бедным там, я хочу сейчас все деньги раздать на благотворительность, чтобы туда прийти тоже богато. Значит, его сыновья ему говорят, папа, а мы как? Он говорит, а вы как? Вы сами себе заработайте, я работал для того, чтобы это была моя жизнь. Сыновья говорят, нет, так не пошел хонаруху, пошли к раввинам, посоветовались. Раввины сказали ему, 60% ты можешь раздать, 40% раздай детям. Он говорит, раз я хочу сделать заповедь ЗДК, от которой я узнал истории от раввина, так я сделаю, как мне раввины советуют. То есть, это очень важно понимать, что, да, Элли Горн, он из Сирии, да, из Сирии он родом. Хорошо, и вот он все, на сегодня все религиозные программы, молодежные и так далее, он все спонсирует программы. Интересно насчет того, что вот свадьба, не свадьба, где-то год назад он собрал тысячу еврейских молодых студентов, вывез их по Европе, сделал им такую поездку, тысяча человек, и сделал шести молодым парам, он сделал свадьбу. Это был город, где он со своей женой то ли познакомился, то ли женился, небольшой городок, по-моему, или в Италии. Я там был на этом мероприятии, не помню, где это было, или Италия, или Австрия, по-моему, в Австрии это было, в Австрии. И сделали им шесть свадеб таких вот вместе, тысяча студентов, для них это было примером, что является истинной ценностью. Шесть свадеб, шесть хуб он им поставил, было очень красиво, очень мирогеш, и он был со своей женой, это было в месте, где он своей жене сделал когда-то там лет пятьдесят назад или шестьдесят предложения. И он понимает, что зачем эти деньги, которые он всю жизнь зарабатывал, ну, он их не возьмет никогда с собой. Но сделав добрые дела, сделав семьи и так далее, это как раз то, что имущество возрастающее. Итсдакар. И дальше девятнадцатый отрывок, последний тогда, ну ладно, девятнадцатый мы сегодня не будем изучать, давайте подведем. В Инсбрукте это было, точно, это было в городе Инсбрук. И, значит, вот это вот как раз восемнадцатый отрывок, была такая как бы иллюстрация, что Тора, Тора это система, это система мировоззрения. То есть это то, как работает мир. И человек, каждый живет в какой-то системе мировоззрения, и каждый получает здесь результаты этой системы мировоззрения. И в духовном мире тоже получит, если у него вообще в системе мировоззрения предусмотрена опция, что у него есть какая-то духовная система. Потому что некоторые люди так выстраивают свою систему мировоззрения, что в ней они себя лишают духовной вот этой части. Это их выбор. Хорошо, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Всем хорошего дня. И чтобы мы изучали Тору и вкладывали в себя, в развитие своей души для вечной жизни. Все, всем прекрасного, хорошего дня. Удачи, успехов. До свидания. Завтра с Божьей помощью Итан будет, наверное, урок проводить. Мы его попросим. Я уже тогда через три дня. Или постараюсь, может быть, выйду как-то в эфир. Но, в общем, главное, если вы уже начали каждый день учиться, продолжайте учиться. Есть другие уроки, можно посмотреть старые уроки, можно повторить и так далее. Изучение Торы, это именно ее нужно впитать для того, чтобы она стала не моя, не книжная, а чтобы она стала ваша Тора. Вот то, что вы поняли, запомнили, то, чтобы оно руководило вашей жизнью.